В первую очередь, такую работу необходимо провести в музыкальном микрорайоне. Как доложил замначальника регионального управления МЧС, во время пожара спасателям приходилось обследовать каждый сантиметр горящего дома. Огонь спускался на нижние этажи по пластиковым трубам. Эта трагедия показала, какую угрозу для жизни несёт самовольное строительство. И сегодня важно сделать всё, чтобы предупредить подобные случаи, отметил Вениамин Кондратьев. Во всех округах города Краснодара, где есть самострои, мы прекрасно знаем, где они есть. Вот также неплановые проверки на противопожарную безопасность нужно провести. И вот здесь не стесняйтесь, привлекайте и тосовцев, и общественников, привлекайте всех, потому что, коллеги, это наш общий город. И проблема сегодня самостроев наша общая. Все были и все смотрели, и все видели, какое расстояние между домами, когда они строились в музыкальном микрорайоне. Ну, абсолютная была равнодушие. А сейчас ищем виновных. Притом, в себе, как правило, никто его не видит. Даже ни застройщик, никто, кто квартиры купил, с власти никто ответственность не снимает. Из городской, в том числе. Потому что позволили сегодня этим домам подняться. Но сегодня, я ещё раз подчёркиваю, нам необходимо найти выход, хотя бы с точки зрения того, чтобы мы больше не загорелись. Напомню, что сгоревший дом на Прокофьево был самостроем. Возвели его в 2010-м, а через год узаконили решением суда. Как отмечают эксперты, трагедии можно было избежать. Три года назад в этой многоэтажке прокуратура обнаружила массу нарушений, в том числе противопожарной безопасности. Но застройщик их так и не устранил. Бескомпромиссно бороться с самовольно возведёнными постройками Вениамин Кондратьев потребовал сразу после вступления в должность. И за последние два года в крае ни один самострой не был узаконен. Главность чиновников. Главность чиновников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова